Сегодня мы в очередной раз вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам отправили в школу-гимназию. Здесь в рамках месячника гражданской обороны специалисты провели профилактическое мероприятие и еще раз напомнили ребятам о правилах поведения на водных объектах и о тех рисках, которые существуют в осенне-зимний период. Берегите, пожалуйста, свои жизни. Ни в коем случае не выходите, не подходите к водоемам. Погода сейчас у нас то плюс, то минус. Льда практически нет, а где он есть, он недостаточно крепкий. В нашем городе такая работа проводится регулярно как с младшими школьниками, так и со старшеклассниками. Игорь Владимирович регулярно беседует с ребятами, а также рассказывает о тех несчастных случаях, которые, к сожалению, все же происходят. 26 января этого года в городе Курске, в черте города, на реке, на неокрепшем льду погибло два ученика. Поэтому мы сегодня в наших беседах доводим этот случай, еще раз напоминаем о запрещении выхода на лед, о тех рисках, которые существуют. Вы можете напомнить элементарные правила? Не вступать на лед, если он серого цвета и рыхлый, если видна трава и какая-то растительность. Некрепкий он, естественно. Если это начало зимы, конец весны. Ой, зимы. И лучше не ходить на лед, если ты один. Когда объясняешь учащимся, что это происходит по большому счету с их сверстниками, которые могли бы с ними сидеть за одной партой, видно, что дети довольно-таки серьезно реагируют на это. То есть они как бы осознают, что пусть это не их знакомые, но это их сверстники, которые так трагически погибли. Безусловно, профилактическая работа очень важна. Главное – донести до детей элементарные знания, научить их думать и беречь свою жизнь. Для того, чтобы эта работа была наиболее эффективной, должны подключаться не только сотрудники различных инспекций, но и школа, администрация, а самое главное – родители. Также о мерах безопасности не стоит забывать и взрослым, а именно рыбакам. Ввиду погодных условий, которые у нас существуют, на водоемах Смоленской области практически нет льда, за исключением только непроходных озер, где нет течения. Однако там тот лед, который там есть, он очень опасный, потому что он не превышает 3-5 сантиметров, поэтому выход и даже подход к таким водоемам категорически запрещен.